Любашовка. Практически каждый взрослый житель райцентра знает, в нескольких километрах от них находится склад с опасным веществом, компонентом для ракетного топлива меланжем. Находится он здесь давно, еще с советских времен. И среди жителей Любашовки возникает, если не страх перед таким соседством, то как минимум опасения за здоровье. Одно это, что оно у нас еще есть. Одно оно как-то тревожит всех. Это однозначно, что можно сказать следующее, что оно находится в такой среде, что бочки уже все, по сути дела, должны быть уже разъедены. Там активная, агрессивная среда. И я думаю, для Любашовки этих 3,5 тысяч тонн достаточно, чтобы уничтожить там все живое. Согласно договоренности с ОБСЕ, большая часть меланжа уже вывезена с территории Украины. Из Одесской области вещество должны были увезти до конца 2012-го, несколькими железнодорожными эшелонами. Но вмешались суровые, трагикомичные реалии украинской глубинки. Вместо почти 4 километров железной дороги – пара рельс. Причем не всегда параллельных. Кто-то из местных разобрал часть путей, чтобы сдать на металлолом. Так никто не знает, ни прокуратура, ни милиция ничего не знает, где, каких украдут. В Украине 4 километра рельса, это же 4 метра. Председатель Любашовской райадминистрации Максим Обод заверяет, возникшая проблема уже решается. Все организационные работы проведены, а восстановлением путей займется их балансодержатель – Котовская железная дорога. Ситуация наступна. Ремонт потребуется больше, чем капитальный, но «Залезница» обещает выполнить эти работы в квитний месяц. Это вопрос погоджено, в том числе, с воинской части. Мы движемся до того, чтобы все-таки обеспечить вывезение этих отходов в установленный порядок. Остается надеяться, что запаса прочности у хранилищ «Меланжа» хватит еще на несколько месяцев, до тех пор, пока их наконец-то не ликвидируют. Александр Полуев, телекомпания АТВ